Иду по улице. Возле дома молодая мама обращается к маленькой смеющейся девочке, бегающей за голубями. Аграфена, прошу тебя, подойди. Как услышал, хорошо стало на сердце не передать. Ведь не Снежанна какая-нибудь или Моника, а Аграфена. Как это замечательно и прекрасно, когда родители дают детям традиционные русские имена. Я думаю, что настоящее возрождение России начинается не с громких лозунгов или каких-то патриотических акций, а дома, в семье, с имени по церковному календарю, с возрождения бабушкиных традиций, с половичков домотканных, ручничков и куличей, с хлеба до вашнего, который уже половина моих друзей, кстати, стали сами печь. С того, что старый дедовский дом в деревне начинают восстанавливать не просто, чтобы там отдыхать летом, а жить. Молитвы вместе с детьми учат, в храм всей семьей вместе ходят, детей отдают в воскресные школы, а некоторые прямо в православной гимназии. И сами стараются жить по заповедям и в храм ходить Божий. Истории своей страны начинают интересоваться, по монастырям ездят, паломничества разные. Это происходит незаметно, но очень явно сегодня чувствуется. Каких-то несколько лет назад столько семейных пар с детьми на службе не было, чтоб и папа, и мама, и дети, и молодежи столько в храмах не было. Приходишь, стоят в модных курточках с рюкзачками за спиной, а в руках служебники, молятся вдумчиво, с толком, всю службу от начала до конца выстаивают. Многие идут к исповеди и на причастие. Вот видишь это и понимаешь, что это уже не мода, не игра. Это жизнь и это все всерьез. А недавно к нам родственники из Нижневартовской с детьми приезжали. Старшего зовут Иларионом, а младшую Марусей. Оба крещенные с раннего детства и по воскресеньям с родителями обязательно в храме. Такие дела.